Всем привет! Мы находимся в моей домашней микро-студии Каморка Продакшнс и это обзор на нее. Его я решил сделать в честь небольшого юбилея на моем канале, а именно количество подписчиков перевалило за 100. Многие скажут, что это немного, но для меня это очень важно. Спасибо, что подписываетесь и смотрите мои ролики. Мне очень приятно. Как видите, у студии появился логотип. Его я сделал сам из куска березовой фанеры, вырезал его на ЧПУ-станке в АКС и покрасил в мастерской бокс-по, просто из баллончика. В принципе, получилось именно то, что я и хотел. На самом деле, в моей студии нет чего-то крутого или особенного. Есть просто пара неплохих вещей, которым я очень рад и об этом и пойдет речь. Но обо всем по порядку. Начнем с баса. Это бас Хомыч. Я купил его в 2016 году, БУ. На самом деле, я хотел купить пятиструнный бас, но бюджет у меня был всего 5000 рублей и пятиструнного за эту цену я, конечно, не нашел. Эти наклейки наклеил предыдущий владелец этой гитары и я решил их не снимать. В принципе, они мне нравятся. В целом, ничего особенного в нем нету, но одна деталь все-таки есть. Как я сказал, я хотел пятиструнный бас. И когда я записывал кавер на Мишка Виновин, Ивана Дорна, мне как раз такой и понадобился. И я сделал пятиструнный бас из него. В то время я вспомнил о своей давней идее, что если взять четырехструнный бас, сместить все струны у него на одну вперед. То есть, первая струна, естественно, отпадает, а место четвертой освобождается. И вот на место четвертой можно поставить пятую струну от пятиструнного баса. Но в интернете я не находил никакой информации, чтобы кто-то это делал и делился своим опытом. Были вопросы, как, например, с этим справится гриф. Он все-таки не рассчитан под такую нагрузку. И, как показала практика, в принципе, он справляется нормально. Я не помню, какой гриф был в момент покупки, но сейчас, если зажать последний и первый лад, то посередине струна возвышается над ладами всего где-то на один миллиметр. Что, в принципе, не так уж и плохо. Я видел заводские пятиструнные басы, у которых гораздо больше был зазор, там около трех миллиметров. Вот, так что с мензурой тоже более-менее в рамках допустимого. Тем более я использую всего лишь первые пять ладов на этой струне. Единственный момент, она строй держит не очень хорошо, не очень долго. Но, в принципе, чтобы записать басовую партию, этого хватает. Далее речь пойдет о моей основной гитаре. Я приобрел ее уже больше десяти лет назад. А вообще ей уже двадцать шесть лет. Ведь она девяносто четвертого года выпуска. Для своего возраста она, я считаю, в отличном состоянии. Я ее не модифицировал, она в первозданном виде. Единственное, какое-то время здесь стоял пикгард а-ля Last Pole. Но позже я его убрал. Вообще я хочу сюда сделать пикгард а-ля Explorer. Но так как тут форма довольно непростая, это и сделать будет довольно непросто. Поэтому как-нибудь потом. Эта гитара мне очень нравится. У нее тонкий и удобный гриф. И вообще, когда я задумался о покупке своей гитары, я категорически не хотел покупать Stratocaster или Super Strat. Эта форма деки мне кажется очень такой, ну, казалось на тот момент, какой-то банальной и обычной. Хотелось что-то необычное. И я взял вот это. Это Jackson Kelly STD Professional, японского производства, но американской сборки. Об этом говорит не только год ее выпуска. В то время на заводе в Японии работали американцы. Но и установленные звукосниматели. Они здесь фирмы Jackson. Японцы, насколько я знаю, ставили другие звукосниматели. По-моему, это были Duncan. И третья гитара, которая у меня есть, это Ural 650. Она также у меня уже около 10 лет, но большинство из этого времени она пролежала разобранная. Произведена эта гитара была в Екатеринбурге, а точнее в Свердловске, в 1977 году. То есть ей уже 43 года. Эта гитара из ограниченной серии, выпущена в честь 60-летия Великой Октябрьской революции. О чем говорит рисунок крейсера Авроры на Пикгарде. Благодаря всему этому она имеет хоть какую-то коллекционную ценность. Но на самом деле я в этом всем немножко сомневаюсь, потому что расцветка здесь немного не такая, которая была у тех гитар. Возможно, Пикгард здесь просто не родной. Но вообще таких гитар полно, они все примерно в таком же виде. И ценности из себя особо никакой не представляют. Мне подарил ее мой двоюродный брат, за что ему большое спасибо. Ее предыдущие владельцы, видимо, готовили ее на выброс. Он ее увидел и решил оставить себе, чтобы подарить мне. Я в то время только начинал и даже не думал о том, что может существовать такая гитара. Электрогитара, выпущенная в СССР. Я очень был заинтересован. Но когда я ее видел, я, конечно, расстроился, потому что она была в очень плохом состоянии. Но сразу же я загорелся ее восстановить. Но уже в процессе я понял, что это не очень хорошая идея. Ведь помимо того, что она была в очень плохом состоянии, она сама по себе, как и гитара, тоже не очень. И сколько из говна конфетку не делай, это так и будет конфеткой из говна. В итоге я ее просто разобрал до лучших времен и оставил на хранение. Но не так давно я узнал о том, что она собрана и даже играет. Что меня, конечно, очень удивило. Ее решил собрать мой младший брат. Он купил для нее колки, крутилки, порожек. Вместе с отцом они починили электронику и гитара заработала. Но, видимо, после того, как он на ней поиграл, он вернул ее на место. Я ее еще немножечко модернизировал и, в принципе, сейчас на ней можно играть. Я даже хотел с нее что-то записать, но она довольно сильно фонит и, мне кажется, из этой идеи ничего хорошего бы не получилось. Кроме того, здесь очень толстый и при этом узкий гриф и играть на ней просто неудобно. И я ее использую как реквизит в съемках видео на свои каверы. Когда я о ней узнал, я подумал, с какого дерева ее вообще делали и так в прикол предположил, что из стополя. Но на самом деле дека моего Джексона сделана из стополя. Правда, в этом ничего плохого нет, ведь тополь звучит примерно так же, как и клё. Но идея сделать из Урала нормальную гитару в моей голове до сих пор жива. Правда, она никак не связана именно с этой гитарой. Я хочу сделать совершенно новую гитару из нормального дерева с современной электроникой, но на основе размеров моего Джексона. То есть снять все размеры из Джексона и лишь изменить форму деки Келли на форму Урала и точно так же с головой. Может быть даже поставить на него Флэйд Роуз, но на самом деле я им не особо-то пользуюсь. Если я таки возьмусь это сделать, то на этом канале обязательно выйдет видео, как я это и делал. На очереди цифровое пианино. Это Casio CDP100. Оно досталось нам практически бесплатно. Его нам отдали родственники за ненадобностью, за что им большое спасибо. Вообще цифровое пианино это не прям что очень дешевая вещь, и я бы себе, наверное, такое не купил. Но вот оно у меня есть, чему я несказанно рад. Кстати, с темой для нового кавера я уже определился, работа уже идет, и сейчас я сыграю из него фрагмент. Если вы не узнали, что это, то в моем предыдущем кавере есть небольшая подсказка. И последняя вещь, стоящая упоминание, это мой микрофон. Появился он у меня также около 10 лет назад, и также его отдали родственники. К тому времени он уже был списан из Дома культуры Краснотуринска. И на самом деле я подумал, что это какой-то хлам. Но позже я узнал, что это 58-й Шурик, и что это один из самых востребованных микрофонов. Когда вы смотрите по телевизору или на ютубе какой-нибудь концерт, то с большей долей вероятностью вокалисты поют именно в такой микрофон. Насколько я знаю, он производится с 1966 года вообще без каких-либо изменений, потому что изначально хорошо получился. Но внешний вид для 58-го Шурика у него, конечно, очень необычный. Поп-фильтр здесь не родной. Оригинальный был изрядно помятый. И так как мне хотелось его облагородить, что требовало покраски, у меня была возможность выбрать его цвет. Я решил красить его не в стандартный, для него какой-то темно-коричневый цвет, а в белый. И благодаря этому смотрится он довольно прикольно. Мне очень нравится. Есть, конечно, в моем арсенале еще несколько вещей, о которых подробно рассказывать я не стану, потому что это, наверное, не очень интересно. Среди них несколько обычных гитарных педалек, недорогой гитарный комбик, а также несколько народных инструментов. Это балалайка, баян и аккордеон. Записываю треки я на этот ноутбук через внешнеязыковую карту. Видеоролики монтирую также на нем. Сейчас, наверное, становится уже ясно, почему студия называется Comorca Productions. Потому что, по сути, она расположена в коморке. Здесь на втором ярусе хранится множество разных вещей. Также вы могли заметить, что здесь стоит матрас. Он выполняет сразу две функции. Ну, во-первых, он здесь просто хранится. А во-вторых, он еще играет роль звукоизоляции. Во-первых, чтобы не было многократного отражения волн. Ну, это в теории, конечно. И, во-вторых, чтобы соседям меня было поменьше слышно. За этой стеной еще продолжается квартира, а за этой уже живут соседи. Ну, вот, в принципе, и все. О самом интересном я рассказал. Новый кавер уже на подходе. Поэтому, если еще не подписаны, то подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Спасибо, что смотрели. Всем пока.